Ежегодно около 9 тысяч заявлений поступает в отделение милиции от гродненцев, которые страдают от домашнего насилия. Специалисты отмечают, это далеко не точные цифры. Многие годами скрывают этот факт и не обращаются за помощью. Проблема домашнего насилия актуальна и в нашем городе, так же, как и во всем мире. Поэтому Гродно присоединился к разработке нового закона против этой проблемы. В Европе домашнее насилие разделяют на психологическое, сексуальное, экономическое и физическое. Как правило, страдают женщины от мужей в состоянии алкогольного опьянения. При этом униженные и оскорбленные супруги годами могут терпеть все издевательства и не обращаться за помощью. Новый закон против домашнего насилия, по мнению гродненских специалистов, должен учесть все нюансы этой проблемы и максимально защитить женщин и детей. Есть такое предложение внести на рассмотрение в палату представителей, все-таки обязать насильников, агрессоров, обязать их к общественным работам, принудительным общественным работам. Это и не влечет нагрузки финансовой в части уплаты штрафов до 10 базовых величин. Сегодня эта финансовая нагрузка ложится на плечи тех же жертв домашнего насилия, семьи. Еще одним предложением стала разработка программы реабилитации социальных агрессоров. В нашей стране это новый подобный опыт работы с мужчинами-агрессорами. Он начался два года назад. Психологи отмечают, что среди тех, кого можно отнести к агрессорам, есть люди, которые сами обращаются за помощью. Но пока ни один из них не прошел программу до конца. Кроме того, существуют ограничения среди лиц, которые могут воспользоваться этой программой. Например, страдающий алкогольной зависимостью должен пройти соответствующее лечение. Его состояние должно стабилизироваться, войти в ремиссию, и только тогда мы можем начать с ним работу. Прежде всего, эта программа направлена на то, чтобы мужчина смог позже вернуться в семью. Как показывает практика, женщины после пребывания в кризисных комнатах, а это всего 10 дней, из-за того, что им больше некуда идти, снова возвращаются в дом, где есть насилие. Так проблема не исчезает, а превращается в так называемый замкнутый круг. В настоящее время применяем в отношении агрессоров, и это ноу-хау, так скажем, которое вошло, допустим, в закон об основах действия неподвиженческих промышлений, это защитное подписание. Это своего рода ограничения, которые устанавливаются агрессору. То есть на посещение места, где они проживают место. То есть у него, так скажем, устанавливаются ограничения на место пребывания, где он проживает вместе с жертвой. Соответственно, на ограничения на общение, на телефонные звонки. По предварительной информации над принятием закона против домашнего насилия в нашей стране начнут работать в 2019 году.